Марион Хилл находится под огромной угрозой со стороны земли. Эти угрозы со стороны земли были украдены у зулусов, это миссионером по имени Тимлит. И даже по сей день жители Марион Вилля могут сказать вам, что этот человек был не просто миссионером. Он был, он также был жестоким и безжалостным эксплуататором чернокожих. Он был монахом, но он был гораздо больше, чем монах. Говорили, что этот дымоход, не будь он рожден, не ветеринар, а сам сути. Но это похоже на любовь в том смысле, в каком работают иллюминаты. И другая вещь, которая должно быть произошла сегодня, фундаментально определяется тем, что первоначальные знания, знания, которые вы несете в таких людях, как Великобритания, должны были быть уничтожены, загнаны в подполье и по сути подлинная история человечества. Да, сэр. Позволь мне рассказать тебе, что сделали Мишнай. Миссия, которую Найс использовал для проповеди так называемых, была послана нашему народу. И в то же время они использовали некоторые из своих самых священных реддит, чтобы заставить наших людей припарковаться. Пожалуйста. В Лондоне есть место, которое я видел недалеко от лондонских доков на какой-то непонятной улице. Это тщательно охраняемый склад, который принадлежит Британскому музею человечества. Нам разрешили посетить это место, когда я был в Лондоне в 1997-м. И там, на британском складе, я видел шкаф, 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 заполненный бесценными африканскими артефактами из слоновой кости, бронзы, различных местных пород дерева. Я видел королевских бандитов из мертвых королей, браслеты из мертвых королей, меди и бронзы, браслеты, на которых были все признаки того, что их силой сняли с рук мертвецов и мертвецов. Все эти вещи, о которых мне говорили, были собраны кейтофилой Стилстоун и лондонским миссионерским обществом, и отправлены в этот музей. Ни одному африканцу не разрешается оставлять их. Мне повезло, потому что меня сопровождала белая женщина, чей отец, как я подозреваю, был представителем свободной нации. Теперь позволь мне рассказать тебе, что так же сделали миссионеры. Миссионеры основали больницы на своей миссионерской станции. У преподобного Мафата была больница на той стадии миссии. И когда туда привезли африканца, ищи смерти, миссионер обычно говорил этому африканцу, что в качестве условия его поступления в больницу он сначала должен был креститься, как еженедельник, ищи смерти. А также в качестве еще одного условия для поступления в больницу и прохождения миссионерского лечения, больной африканец должен был сдать все артефакты своих предков, которые были у него воре. Однажды мой дедушка погиб в результате несчастного случая. Который купил себе быка, родился, но не знал, как им управлять. И однажды бык, который родился, упал со скалы, и мой дедушка был тяжело ранен. И когда его доставили в миссионерскую больницу на западе Гуруле, первое, что Мишна сказал моему деду, было то, что он, Мишна, знал, что мой дедушка был ранен. И когда его доставили в миссионерскую больницу на западе Гуруле, первое, что Мишна сказал моему деду, было то, что он, Мишна, знал, что мой дедушка, у него была куча металлических предметов, которые он хранил в одном из своих сердец. И это было условием для лечения его сломанных костей, он должен был сдать все это металлическое имущество миссионеру. Те вещи, которые есть у тебя в доме, полны злых духов. И, мистер, почтительный миссионер, ты должен позволить мне помочь им, чтобы я мог отвезти их в святое место в Англии, где они будут уничтожены. Мой дедушка встал, дрожа, и вышел из миссионерского госпиталя. Он шел и где-то по дороге потерял сознание. И пять человек, которые его знали, отвезли его в свою деревню. И там, когда проходивший мимо, африканский врач написал ему о своем втором перерождении. Чернокожие люди попросили этого доктора, который не был миссионером, пожалуйста, позаботься о моем внуке. Доктор, взял моего дедушку на борт своего ухслева и отвез его на свою ферму далеко отсюда. А там, африканский доктор, он готов, так как его звали Эней. Он лечил моего деда бесплатно, и он не принимал никаких условий для его лечения. И мой дедушка из благодарности вернулся в свою деревню здоровым мужчиной, взял трех жирных коров и снова привел их со своими сыновьями в далекий дом африканца. Снова и снова наш народ лишали своего наследия. У нашего народа отнимали научное оборудование. У нашего народа отнимали незаменимые артефакты, некоторые из которых миссионеры, особенно лондонский миссионер, датировали их сотнями лет в прошлом. И если ты пойдешь в музей молитвы рядом с собаками в Лондоне, мы узнаем, что я видел, и ты не сможешь переехать. Каков твой собственный жизненный опыт использования христианства в Африке для разделения управления и становления христианством? Теперь позволь мне сказать тебе, когда миссионеры приехали в Южную Африку, они намеренно создали огромную волну иммунитета между теми неграми, которых они обратили, и теми неграми, которые приняли христианство. Они создали такой раскол, что фактически распались на огромные семьи. И это стало еще хуже, когда католики, англикане, методисты и пресвитериане распространились по Южной Африке. Они были намеренно развиты у африканцев разных религиозных конфессий. Тот самый враг, который существует сейчас между католиками и протестантами в Индии. Чернокожим протестантам было запрещено разговаривать с чернокожими католиками. Чернокожие уэслианцы не указали нам время суток от черных пресвитериан. Это был такой полный хаос, и единственными бенефициарами были сами миссионеры. Но позволь мне рассказать тебе подробнее, что нужно сделать. Миссионеры обычно запрещали любому обращенному чернокожему христианину иметь какое-либо отношение к чернокожему, не обращенному в христианство. Любовные отношения между так называемыми чернокожими язычниками и чернокожими католиками были навязаны на Именно так расстались мои отец и мать, травмировав мою жизнь еще до того, как я там оказался. Мой отец был исповедующим католицизм, и он влюбился в то, что называлась язычницей-зулузской женщиной. Теперь условием такой любви было то, что женщина должна была принять христианскую веру. И мой дедушка, шестилетний воин, с презрением отказались позволить моей матери стать графиней-христианкой. Я убивал белых людей в Кесуа, и не позволю своей дочери следовать религии запасной еды. И поэтому, если на миссионерской станции в церкви собираются чернокожие, платный суд над скрытым чернокожим, в церкви собираются чернокожие, Мишна жестоко наказал его, и он был наказан таким образом, что для африканцев это было ужасно. Внутри миссионерской церкви было несколько скамеек, на которых собирались прихожане. Но рядом с дверью, точно так же, как вы входите в дверь скамьи, были специальные скамьи для тех чернокожих христиан, которые нарушили закон. Итак, если белый миссионер или чернокожий обнаружат, что определенный человек имел какое-либо отношение к преступлению, язычники. Этот кессель был наказан очень ужасным образом. Его или ее заставили сесть рядом с дверью церкви внутри, чтобы все, кто входил в церковь, смотрели на эту и знали, что здесь находится нарушитель закона. Мы нарушили законы Иеруса. Тебя подтолкнули к христианскому стилю религии. Мы купили Пенни. Да, сэр, я был. Видите ли, после того, как моя мать и мой отец разошлись, моя мать родила меня. И долгое время я страдал в детстве, потому что родился незаконно рожденным. Меня называли корзинкой. Я не имел права как человеческое существо. Закон Зулузского БТИ был очень и очень прямым в отношении незаконно рожденных детей. Моя мама, папа, ее часто избивали другие девочки в деревне. И я пострадали двое. Другим детям было запрещено платить со мной, и я один загонял скот в кусты. И там со мной случилось много странных вещей, которые, однако, здесь не касаются. И когда мне было семь лет, они приехали в деревню моего деда, брата моего отца. И он попросил забрать меня из дома, и мой дедушка сказал, что ничто не может порадовать меня больше, чем то, что эта маленькая корзинка должна быть убрана из моего дома. Он позор для моей семьи. И поэтому брат моего отца отвез меня на юг Наталя, где я был крещен как католик, и на меня было наложено нелепое имя Создатель. Имя, которое я очень ненавижу. Я вырос католиком, и мы все были католиками в воде, как и большинство людей в Натале. А потом, однажды после того, как мы были в Натале, мой отец покинул католическую церковь и принял одну из худших ветвей христианской религии, какую только можно найти. Мой отец начал следовать учению американки по имени Мэри Бейкер Эдди. Она, которая была лидером церкви христианской науки. По законам церкви христианской науки тебе не разрешается принимать лекарства ни при каких обстоятельствах, независимо от того, насколько ты суров. И мы годами страдаем, мои сводные сестры, мои сводные братья и я. Мы заболели, и нам не разрешили принимать никаких лекарств. Мы и раньше страдали от того, что католической церкви приходилось каждые выходные исповедоваться в грехах священнику, которого мы едва могли видеть. Иногда это было так нелепо, что мы часто настраивали себя против того, чего не совершали, чтобы угодить отцу католику, и теперь мы страдали под влиянием учения Марии. Учения, которые я теперь чувствую в своей взрослой жизни, были самой защитой от мусора. Тогда, после сильной болезни, в 1997-м, меня забрали. Во время этой сильной болезни дядя моего отца, брат моего отца, отвез меня обратно в Зулудин. И там я был убит человеком, на которого я был вынужден смотреть как на глупого головореза, а именно моим дедом. Мой отец, отец моей матери. После этого я начал понимать, насколько велики знания, которыми обладали черные люди. Я начал понимать, что миссионеры на самом деле обманывали нас, что они учили нас жить в школе о нашем народе. А потом однажды я попал в серьезный пузырь. Теперь я был художником-постановщиком, рисующим картины для миссионерской школы. И я совершаю ошибку, изображая Деву Марию как женщину Хулу, ошеломленную выражением лица моей матери, и я изобразил Иисуса Христа как мальчика Зулуса. И за это я был королем, которого исключили из школы. Причина? Я был связан не только с белым миссионером. Я был связан также с черными учителями, которые обвиняли меня в том, что я ценю его, изображая его черным. Так что вы можете видеть, в каком тяжелом психическом состоянии находился наш народ. Мужчина пришел мальчиком, потому что он изобразил Христа черным человеком и молился, чтобы этот мальчик, приняв во внимание веру Христа, потерял корм. Просто сделай свой секрет того, как легко будущему управлять миром, когда большая часть мира лишается разума. Да, сэр, но нужно понимать мистера Дэвида, что мы, люди, слабые существа. Мы следуем за жертвой, чтобы стать ее головой. Мы следуем за жертвой, чтобы иногда испытывать безымянный страх, и именно здесь владыки тьмы нападают на нас, когда мы боимся, больны или заражены. Многие чернокожие, которые были легко обращены в христианство, где люди, которые были травмированы войной, видите ли, во время Великих Зулузских войн в Индии. Натар, тысячи чернокожих мужчин и женщин раньше вместе убегали из Зуланда, где вскоре расцвели огромные лагеря беженцев, больше которых он никогда не видел в Африке. Эти лагеря беженцев были прекрасной почвой для христианских миссионерских операций. Эти лагеря беженцев были местами, где многие мыслящие самостоятельно миссионеры были уверены, что уйдут с несколькими сотнями квантовых событий. Фредо, все эти методы, о которых мы здесь говорили, могут быть связаны с этим одним экраном, непрерывным под разными названиями, который вышел из Лондона. Следующий крупный экран, на который я хотел бы посмотреть, был представлен Сесилом Роудсом и британской южноафриканской компанией, которые, возможно, больше всего на свете изменили структуру, экономику и жизнь Южной Африки из того, что я видел. Что с ним и с этим? О Сесиле Роудсе рассказывают много-много историй. Много-много историй. И однажды я расскажу тебе, как твоя сестра Роудс была странным человеком. Как и все великие люди, он был странной смесью великой злобы и милосердия. Сесил Роудс был искателем знаний и много чего делал для тех чернокожих, кто давал ему знания, которые он видел. Во-первых, Сесиле Роудс уже третий день читал легенды об Африке и африканцах. Он хотел знать, где наши люди добывали Минерву. И его имя использовалось, чтобы ходить из деревни в деревню племени, неся дешевые одеяла, отцовские шали, шорты и шляпы, чтобы подкупить людей племени, чтобы они показали им путь. Путь разума, путь древнего африканского разума. На самом деле я могу сказать тебе, что многие месторождения полезных ископаемых находятся в Южной Африке, от алмазов Кимберга в пещере, до месторождений природного угля. Все эти месторождения полезных ископаемых были указаны африканцами Родосу и его имени. Африканцы готовы на все, чтобы произвести впечатление на этого странного белого человека. Сесил писал, что очень часто улыбался, особенно перед тем, как отдать приказ о резне целого племени. Сесил Роуз должен знать, как глубоко наш народ уважает и уважает влиятельных людей, которые смирились с противоречивыми чувствами. И одна удивительная вещь заключается в том, что когда чернокожие люди задавали ему острые вопросы, Сесил Роуз обычно отрицал, что он был лидером белых людей. Например, в ротации он действовал как третья сторона, человек который был предан делу примирения черных и белых, и что он был лидером белых. И пока он не умер, эта маленькая дорога была известна людям мадемуазель Асламном, храбрецу, который проехал мимо двух мигалок. Одно время сесильские дороги вели к очень святому месту и группе холмов под названием Даба Зуна, и там под деревом чьи останки все еще могут быть найдены. Сесиль проложила себе дорогу к очень святому месту и группе холмов под названием Даба Зуна. Родос встретился с группой старейшин Мачебеле и фактически убедил их прекратить воинственные действия против ограничения. Как он манипулировал черными племенами Африки, чтобы добиться всех этих прав на добычу полезных ископаемых, которые теперь стали объединенными месторождениями Персидского залива, пивом и Англо-Америкой. Сестра Родос раньше совершенно не боялась народа Магели, и он говорил им нападать на народ Машона и тому подобное. И таким образом, как писал Сесил, стал причиной войн между неграми, в которые он затем вступил как инка. Сесил Роуз породил огромную ненависть между Мадами и Машами. Он разыграл Мадов против Маши, и то же самое с другой стороны. Что странно в Сьюзен Роуз, так это то, что никогда не раскрывается во многих книгах, которые рассказывали о нем. Было то, что Сесил Роуз был студентом в поисках самых глубоких источников Земли. Он подружился с целителями, с шаманами, и он действительно принимал участие в их ритуалах. И через них он встроился во многие книги, в которых рассказывалось о нем. Было то, что Сесил Роуз был студентом в поисках самых глубоких крыльев Земли. Он подружился с целителями, с шаманами и на самом деле принимал участие в их ритуалах. И через них он узнал о многих тайных и святых местах, которые можно было найти на Земле, которая теперь носила его имя Рататия. И одним из святых мест, о которых он узнал, были те холмы, на гребне которых вы видите большие валуны, а именно горы Матаба, горы, которые он назвал Рататия. И горы, которые он назвал Юнги, и горы, на которых он жил, из великих чаш. Там Родос узнал, что может быть похоронен самый могущественный король народов Махна и Макаранга. И он постановил, что после смерти он тоже должен быть похоронен сегодня. Разве это не очень связано с легендами и историями Читахли и рептилий? Да, сэр. Горы Мадопа до сих пор считаются одним из мест на Земле, где часто можно увидеть лес Чита и где они занимаются своим ремеслом. И есть еще кое-что касающееся государства. Гораздо больше. Сесил Роудс сам был похоронен над могилой гораздо более старшего лидера и самого великого члена. Нам говорят, Вера, что первый Мумтапа, мой далекий предок Яд Мутор, умер и был похоронен в горах Матопа. И Сесил Роудс нашел место, где похоронен Ясинди, и приказал похоронить его на возвышенности. И тем самым он показал мертвым Матебелли и Машонам, что он, Джон Роудс, намного превосходит лесорубов. Как Роудс повлиял на создание рудников и на всю основу? Какова даже сейчас современная южноафриканская экономика, как это повлияло на людей с точки зрения контроля и потери контроля над своей судьбой? Прежде всего наши люди сказали таджи, что игнорируют крупные операции по добыче полезных ископаемых, которые, как они вскоре увидели, имели место в их время. Наши люди были счастливы остаться в своих деревнях, но ожидается, что колониальное правительство Натало ведет новые законы, по которым все трудоспособные мужчины будут вынуждены уехать на заработки. Дальнее путешествие за едой, чтобы работать за нищенскую зарплату на алмазных месторождениях Кимбана. Много-много историй рассказывают о храбрых чернокожих мужчинах и женщинах, которые приехали в Кимберли, чтобы работать в городе Кимберли среди всех видов болезни, коррупции и насилия. А также работать в большом целом Кимбане, в целом, которое раньше было местом одного и того же города, из самых святых холмов, известных нашему народу в этой части Южного конфликта. Сисил Роудс и его люди сделали многое, чтобы дестабилизировать семейную жизнь чернокожих. Он заставил местных вождей платить налог, а не их последователи. Он заставил вождей посылать своих сыновей и сыновей своего народа работать на алмазном месторождении. Он сказал им, что если они откажутся это сделать, он призовет солдат Англии, чтобы уничтожить их всех. Текст теперь требовался от нашего народа не в виде скота, как это было раньше, а в виде золотого саверена. Поэтому молодому человеку пришлось покинуть дом своего отца и отправиться пешком через гору Драконлейк, пройти большое расстояние до Химбази и там ждать одного золотого саверена. Суверен, который затем будет передан вождю, который в его руках передаст его колониальным властям. Южноафриканская компания, британская и южноафриканская компания шоссейных дорог, создала так много экономики Южной Африки, что мы видим это сегодня. И это было передано другим компаниям, не в последнюю очередь тем, которые контролируются группой Оппенгеймера, руководителями филиалов иллюминатов в Южной Африке. Они участвуют в англо-американской корпорации в алмазной операции De Beers. Тогда есть еще одно ответвление дорожной сети, которая является лондонской дорожной компанией, которая, по моему мнению, гротескно манипулировала Африкой и использовала ее с момента своего создания. Как ты относишься к этой сети почтовых дорог, которая так контролирует Южную Африку? Отвечая на вопрос, я хочу быть очень, очень справедливым, потому что моя философия африканского священника-воина велит мне быть справедливым даже по отношению к моим самым злейшим врагам. Англо-американские корпорации сделали много хорошего в Южной Африке за время своего существования. Сэр Эрнест Оппенгеймер помогал в строительстве нескольких поселков недалеко от Еханисбада. Конечно, он сделал это не из любви. Он сделал это не из альтруистических соображений. Но дело в том, что в огромных масштабах он и его компания создали правила для многих черных средств правовой защиты. На самом деле большая часть Сауэта, Ята, это творение его компании. Но англо-американской корпорации также есть за что ответить перед престолом Божьим. Это сотрудничество привело к гибели сотен, если не тысяч, людей из черной водоросли в ее сознании. Теперь позвольте мне сказать вам, скажем, очень-очень душераздирающую вещь. У меня есть доказательства, которые могут стоять в любом суде, что такие организации, как англо-американская корпорация, часто свергают правительства африканских стран с помощью того, что я называю дистанционным управлением. Не так давно мой большой друг, доктор Гастингс Камузу-Банда, был свергнут в Мадау. Он был свергнут толпами, бесчинствующими почти во всех городах этой страны. До свержения доктора Фана, англо-американская корпорация и другие золотодобывающие корпорации в Южной Африке запретили сотням мадавийских шахтеров приезжать в поисках заработка в Южную Африку единственным способом, которым они могли это сделать. Почему? Потому что считалось, что многие золотодобытчики Малави страдают от СПИДа. И когда правительство доктора Банды было свергнуто, тысячи людей, которые вышли на улицы Лантии и других городов, пришли в ярость. Человек, который отказался от права приехать в Южную Африку, чтобы заработать на подаяние. Я снова и снова видел это когда-либо. До трагедии в шахте рабочие возвращались с золотых приисков, и многие из этих горняков были басота. Они поехали в лесота, и там, когда страна рухнула после фальсифицированных выборов около года назад. Шахтеры вышли на улицы и создали насилие, которое привело к гибели народа басута, которое мы наблюдаем сегодня. Как насчет одинокой дороги и ее влияния на крошечного Роланда, это запоздалая и печально известная голова. Он мертв? Да. Роланд? Где колодец? Ну хорошо. Интересно, что он собирается сказать великому богу, когда тот придет в страну Альф? Ты знаешь, очень странно, что такие люди, как Роуленд, так же гибельны, как и все мы. Роуленд был геноцидом. Он и его корпорация, за многими из самых кровавых стен и переворотов, сдерживаемых в Африке. Везде, где была война, везде, где была контрабанда тяжелого вооружения, такого как танки и артиллерийские орудия. Там ты слышал имя Лундра. Тай Родан был человеком, о котором я слышал во время войны. Человек, который открыл вам симпатию к медсестрам. Крошка Роланд, был человеком, который непосредственно стоял за захватом страны Родезия мистером. Железный Смит, так звали Уди. Он либо способствовал этому, либо был непосредственно ответственен за это. Крошка Роланд был одним белым человеком, которого тысячи чернокожих ненавидят во всем нашем народе, называя его Иваной или Инве, что означает «жующий крокодил». Одна из причин, по которой Роланд был так огорчен, заключалась в том, что недалеко от водопада Виктория, есть небольшой городок под названием Ванки. Этот город когда-то был очень, очень священным местом для народов Макаранга. Ванки стоит ва, в том, что когда-то было огромным лесом, который когда-то был священным для Великой Матери Земли в древние времена. Имя крошечного Роланда так сильно загрязнило это место в ходе их горных работ, что сегодня это равная причина его существования. Разве это не так, колыбель, что эти различные имена, такие как Оппенгеймер, Ротс, такие как Роуленд, на самом деле были марионетками силы до иллюминатов? И это твой взгляд из твоего опыта, что иллюминаты и чатахули, рептилии на самом деле одно и то же, и что на самом деле они являются марионетками силы до иллюминатов? С помощью различных форм эта рептильная сила, стоящая за всей этой историей, была сформулирована. Я так думаю, на самом деле и позитивно. Но я не могу понять, почему разумные, высокообразованные люди позволяют себе стать орудием разрушения единственной формы, которая есть у нас с людьми, а именно Земли, на которой мы живем. Пожалуйста, ты собираешься сказать мне, что мужчинам нравится мистер. Оппенгеймер и все те, кто работает под вашим началом, не имеют того, что называется исследованиями воздействия на окружающую среду, которые дают им долгосрочное представление о том, каковы альтернативные результаты их масштабных операций по добыче полезных ископаемых. Конечно, они сделают это, но, как мы обсуждали в другом видео, возможно, уничтожение окружающей среды. Является частью повестки дня с точки зрения изменения планеты с той, которая подходит людям, на ту, которая подходит людям, которые контролируют вас. Да, сэр. Но это, кажется, ужасная война, которую мы видим перед собой. Война, которая ведется неустанно, хладнокровно, и последствия которой для всей нашей жизни и для планеты становятся все более очевидными по мере того, как мы вступаем в тысячелетие. Когда вы следуете этим родословным, которые стали иллюминатами, родословными рептилий на протяжении всей истории и по сей день, вы понимаете, что это значит. Я очень ясно вижу, что человеческие жертвоприношения, кровавые ритуалы и так далее следовали за ними на протяжении всего пути. Родословные по какой-то причине серьезно относятся к этому делу. Это был твой опыт с точки зрения тайных обществ и рептильных дорог и опыта, а не некрофаг, где нагревают человеческий труп или часть человеческого трупа. Я никогда не видел настоящих человеческих жертвоприношений, но я принимал участие в богатых, где задумана часть мертвого тела, мертвое тело, выкопанное из могилы. Я должен это признать. Но в Англии и в Америке я видел свободное возрождение, предающееся некоторым из их самых глубоких ритуалов. И в обоих случаях заинтересованные люди не осознавали того факта, что за ними наблюдают. Однажды в Йоханнесбурге я наблюдал за ритуалом масонов в бинокль. Они совершали этот ритуал в ярко освещенной комнате, и мы наблюдали почти за каждой деталью того, что они делали. В Англии я снова увидел то же самое крупным планом, и снова заинтересованные люди не знали о моем присутствии или присутствии друга, который привел меня посмотреть, что они делают. Что происходит? Знаешь, прежде чем я углублюсь в ответ на твой вопрос, могу ли я спросить тебя, скажи, ты религиозный человек? Нет. Хорошо. Тогда, пожалуйста, еще один вопрос. Это африканская любезность, что я должен задавать вопросы так же, как ты задаешь мне вопросы. Пожалуйста, почему именно люди или читауби совершают человеческие жертвоприношения? В чем причина этой благочестивой практики? Ну, прежде всего, от людей, с которыми я разговаривал, которые принимали участие в этих ритуалах, они говорят мне, что в крови есть что-то, что они считают частью этих ритуалов. Они хотят потреблять, потому что по какой-то причине им это нужно. И похоже, для этого им нужны легкие или голубоглазые люди больше, чем кому-либо другому. И еще я думаю дело в том, что если вы сможете провести очень злобный ужасающий ритуал в определенной точке вихря, и мы сможем очень сильно воздействовать на энергетическое поле, то я полагаю это произойдет, когда вы совершите очень злой ужасающий ритуал в определенной точке вихря, и мы будем очень сильно воздействовать на энергетическое поле. И еще одна причина, о которой мы говорили, заключается в том, что в момент жертвоприношения этот злой глаз, этот гипнотический взгляд, который, по-видимому, имеют эти чатахули-помеси и сами чатахули, может высосать энергетическое сознание человека из тела. Но ты в курсе, мистер? Дэвид, я, что люди, совершающие человеческие жертвоприношения, совершают это очень-очень серьезно и странным образом дьявольски логично и очень-очень эгоистично. Говорят, что в человеческих жертвоприношениях есть что-то, что я прошу вас представить. Я посвященный более чем семи великих посвящений. И я узнал много такого, что потрясло бы святого. И одним из них является вот это. Основная причина человеческих жертвоприношений, это бессмертие или, скорее, долголетие. Когда великий человек чувствует, что он или она вот-вот умрет, этот великий человек делает это. Он или она приказывает похитить особенно красивую молодую особу, обычно женщину, молодую девушку, девственницу. Но эта девственница должна обладать определенными духовными качествами, и эти характеристики должны быть определенными качествами ума. Короче говоря, жертва должна быть экстрасенсом. Жертва должна быть очень красивой. И первое, что делается с жертвами, это то, что ее не убивают прямо. Это она, как ты говоришь. Это она. Как можно так говорить? Ее раздевают до гола и связывают по рукам и ногам, а потом ты, тот, кто собирается принести ее в жертву, лежишь обнаженной в той же постели с волосами. Но ты не занимаешься с ними сексом, потому что, если ты это сделаешь, энергия, которую ты накапливаешь для себя, рассеется. Ты должен лечь с жертвой, обычно у нее завязаны глаза, и ты должен обнять ее, обнять, и попытаться символизировать свада, попытаться извлечь из нее самую важную сущность. Мне жаль, что у меня нет возможности сказать это. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, что ты должен, твое тело должно быть влажным от ароматного масла. И поэтому тело жертвы должно быть. И ты должен обнимать эту жертву в течение нескольких дней. Ты пытаешься установить с ним вибрационную связь. Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр. На самом деле, я могу сказать тебе, короли Янги и Сангомы, которые прожили далеко за пределами своего сотого года, просто взяв молодую девственную особь, будь то мужчина или женщина, и лежа с ним или с ней в ритуальной постели без какого-либо сексуального проникновения вообще. Ты говоришь, что это ключ к истинному бессмертию. Бессмертию.